книга про теории геннадия фаста в бога богатейте проповеди 2020 год смех глупых страдания христовы некогда в лу в глубокой древности один мудрый царь находился у костра котел под ним огонь царь долго наблюдал за происходящим и осенила его мысль смех глупых что треск терного хвороста под котлом это был соломон записано это в книге экклесиаста экклесиаст 7 мая глава 6 стих а теперь мы с вами поразмыслим о тайне страданий христовых нам известно что его предали осудили распяли он испытал страшные мучения и даже саму смерть но было страдание христовых еще нечто о чем говорят как-то реже а как знать бог знает может быть это и было самое страшное его страдание и что же это смех глупых казалось бы кто может посмеяться над иисусом христом это тем же надо быть евангелие говорит нам о трех случаях когда христа высмеяли первый такой случай только что живописал евангелист лука пред нами и мы слышали это в евангельском чтении лука восьмая глава 40 56 стихи некий начальник и аир приглашает иисуса к себе домой потому что у него дома болеет дочь господь откликается на его зов но не спешит да тут еще и это досадная для и аира задержка на пути женщина какая-то там все шествие за нее восстановилась она правда исцелилась когда иисус подошел к дому и аира то уже издали слышались причитания для чего даже музыкальные инструменты использовались в те времена особенно на востоке было своеобразное искусство плакать щиц их специально нанимали они как-то умели достать сердце особо трогательным пронзительным причитанием выплескивающим всю скорбь по умершему подбежали слуги этого ира говорят не трожь учителя все поздно не успел теперь он уже не поможет ей она мертва и вот тут иисус приближается и говорит она не умерла она спит это услышали те самые плакать щицы и причист причитальщицы ну и хохот а смешно что это такое их тут понимаете наняли за деньги же причитали они тут упражняются своем искусстве причитания зачем мешать в дом пришла беда скорбь в доме покойница совсем еще девица девочка она лежит на одре мертвая она не умерла она спит говорит иисус тут на смех его все и подняли а смех глупых все равно что треск терновых хвороста терновый хворост он такой сухой сухой горит быстро трещит много остается зала иисус выгнал их всех взял с собой только трех учеников петра якова и она и родителей они зашли в помещение девица действительно лежит бездыханная господь берет иисус берет за руку так мы иногда ласково нерезко будем наших дочерей когда им надо проснуться и говорит и наверное даже и не очень громко девица тебе говорю встань она и встала иисус предложил чтобы ей дали поесть а смех глупых все равно что треск хвороста под котлом что это был за смех эти люди смеялись над силой иисуса этот да нет в нем вида не величие иисус и сайя 53 глав 2 стих какой-то бродячий галилейский проповедник пыльная одежда можно быть где-то даже и рваная за колючки цеплявшиеся странные какие-то учения предлагающие им смешно над смертью нет власти это она старая всеми тут командует ее все боятся смешно им было и смеялись над божьей силой разве не так бывает и в нашей жизни разве частенько не смеется человеческое сознание умудренная жизненным опытом знающие толк в делах видите ли с молитвой притащились бога призвали шансов нет вариантов нет все поздно опоздали вы уже когда люди не верят силу божию тогда им надежда смешно надо же батюшку пригласили а вот тебе еще и что но пусть себе отпевает сила божия действует а мир смеется второй раз это был другой смех тогда не было никаких действий не больных не исцеленных не воскресших иисус наставлял людей которые находились вокруг него это были иудеи он хотел донести до сознания их тщетность сребролюбия не надейтесь на денежку господь привел притчу о неправедном домоправители и заключил ее мудрыми словами вы не можете служить богу и мамоне лука 16 глава 13 стих надо понимать что иисуса окружали люди совсем не безбожные это были фарисеи это был народ верующий религиозный народ который манил что он служит богу богу то служил но а денежку то любил господь говорил да нет это несовместимо а если какая денежка в руки попалась так приобретайте себе мамонной неправедной этой денежкой друзей отпускайте им долги помогайте благотворите фарисеи рассмеялись слышали все это фарисеи которые были сребролюбивы и они смеялись над ним лука 16 глава 14 стих что это был за смех это был смех олигархов это был смех сребролюбцев а чтобы быть сребролюбцем вовсе не надо пересчитывать неимоверные миллионы сребролюбцем можно быть и имея совсем малую горсточку этого самого серебра не количеством денег измеряется сребролюбия а привязанность к нему можно быть даже нищим сребролюбцем главное сребролюбец думает что деньги могут все и вдруг этот иисус откуда пришел учит нас тут якую пустое все это дело что ничего не решаемо а уж если получил какую денежку так давай благотворить ну конечно разбежались честно заработано моё пусть она мне послужит и смеялись над ним деньги а точнее сердце наше к ним привязанное она смеется над всем святым вот такой был смех вот так высмеивали иисуса жизнь кажется говорит о другом даже среди учеников иисуса тоже один не дуговал сребролюбием болел этой страстью болезнью он продал учителя за 30 сребреников деньги могут все они смеются над всем делают человека циником до основания готовы разрушить все святое если в сердце деньги то там нет места святости а и не надо смешно деньги смеются над святости и осмеян был тогда господь иисус смех глупых высмеял силу божию ведь внешне все что божие кажется таким немощным смех глупых высмеял святость христову ведь все в деньгах мы тогда еще не знали что смех глупых подобен хворосту треску терновника под котлом третий раз осмеяние иисуса было уже массовое теперь это было не несколько человек по какому поводу если первый раз осмеяли его силу он казался слабым ни к чему не способным даже прийти вовремя не смог то второй раз его осмеяли деньги осмеяна была его святость а третий раз он осмеян был сам как личность господь в руках своих судей началось пятничное утро страшное судилище христова в чем это судилище оно многопланово не один кто-то осудил иисуса случилось что в тот день связи с праздником пасхи в иерусалиме был ират антипа царь галилея северной части иудейской провинции он давно был наслышанно галилейском проповедники и давно хотел его увидеть услышать вот представился удобный случай а тут еще и пилат узнав что иисус из галилеи послал его галилейскому царю ваш человек вы разбирайтесь иисус стоит перед иродом ирод настроен благонамеренно он хочет поговорить с этим человеком о котором уже был столько наслышан хочет понять кто это что за ним стоит и он по-доброму по хорошему зовет ему вопросы давай уже иисус отвечай если возможность освободиться ведь я царь я могу сказать оставьте его и отпустите тем более что он галилеянин это моя компетенция забирая его может даже друзьями будем а иисус молчит ирод опять спрашивает пытается его разговорить а он молчит почему иисус молчит потому что он знал сердце человека он однажды уже посылал к этому ироду сказать кто он такой скажите этой хитрой лисице лукавый был человечешка суд же ирода знаете как в той поговорке с умным человеком и поговорить приятно я же умный вот мне с умным человеком и поговорить приятно господь иисус лукавство его сердца видел и ничего ему не отвечал на вопросы лукавого сердца ирод не получил никаких ответов иисус молчал но царь есть царь цари так не любят так вообще-то никто не любит чтобы на вопросы его не отвечали а тут еще ни много ни мало царь что теперь в каком-то смысле царь проиграл как выйти из положения достойно вот тут-то и оказался кстати хохот рассмеялся ирод сказать-то было нечего рассмеялся ирод смешно насмех поднял того кто пред ним стоял и кто не пожелал беседовать с его лукавством а что было еще смешней ирод то знал в чем обвиняют иисуса якобы он самозванный царь якобы он претендует на престол давида на престол иудеев по обычаям иудеев тогда бывали выборы то кандидат назначимую должность при обсуждении его кандидатуре одевался в белую одежду ирод говорит принесите белую одежду оденьте на него и на иисуса надели белую одежду почитайте в евангелии там сказано что ирод одел его в белую одежду это была одежда кандидата в цари теперь уж вообще смешно вот он кандидат цари а ну-ка может сегодня день твоей интронизации может быть сегодня тебя воцарят смех глупых все равно что треск тернового хвороста под котлом и правда его в этот день воцарили и правда терновым венцом вин венчаны вошел на трон креста и стал царем царей и господом господствующих и роду было смешно смешном виде выставляет он подсудимого и отправляет его назад к судям лука 23 глава 7 11 стихи суд был завершён и смертный приговор был вынесен перед веским делом должна быть подготовка вот мы же к причастию готовимся молимся пост молитва подготовка к таинству христа тоже готовили в приторию притащили его войны было еще немного времени до приведения приговоров действия и вот в это время произвели подготовку теперь у воинов которые совершали такую нудную бесконечно однообразную такую противную работу было время немножко поразвлечься говорят что этот человек себя тут цари выдал тогда как сказано славянском очень своеобразно и ругахуся над ним насмешка по-славянски ругахуся нет возможности сильнее отругать человека чем высмеять его самые ужасные слова даже скверные слова не так унизить личность человека как о смеянии его и вот совлекают одежду одеваю теперь уже не кандидатскую белую а царскую красную одежду багреницу если выбрали царем то и возводить на трон следует уже багряной царской порфири возлагает ему на голову терновый венец корону в руки дают трость как царский жезл смешно им было смеялись хохотали ругались плевали ему в лицо били по щекам вот уж душу отвели как могли матфея 27 глава 28 31 стихи так было смеян сын человеческий современный квн и наши современные комики так ловко шутят и по несколько часов держат гигантскую многотысячную аудиторию в состоянии хохота тема чаще всего ниже пояса люди даже деньги заплатили чтобы на этого великого шутника прийти дорогие если кому-нибудь из вас думается там сидеть и хохотать то знаете вы в притории понтия пилата вы с теми войнами вы смеетесь ругаетесь на за иисусом анекдоты это есть то самое и очень им было весело отвели душу пред тем как выполнить свой незавидный непривлекательный долг совершить казнь они видите ли душу отвели а иисус это была его подготовка к причастию на кресте была пролита его кровь на кресте была пробита гвоздями и копьем его плоть прежде чем совершилась то страшно и в тело и крови христа он прошел подготовку осмеянием это был страшный смех наглости и глупости человеческой над ним над сыном человеческим над тем кто говорил царство моё внутри вас есть царство моё не от мира сего царство моё посреди вас есть внутри посреди не в мире 7 смешно над этим можно посмеяться есть другое царство сильное мощное вот это да это нечто а здесь внутри посреди не от мира сего смешно так смеялись над ним войны когда иисус уже висел на кресте то и здесь не обошлось без того же самого если там был этот лукавый ирод если здесь были беспечные грубые римские войны то когда уже христос на голгофе когда он висит на кресте кто этим занялся чей хворост затрещал под котлом теперь это были ни много ни мало первосвященники священники законники фарисеи теперь это была духовная элита народа вы то могли бы остановить хохот пусть вы и правда считаете его злодеем богохульником достойной смерти зачем потеха если человек достоин смерти то разве он уже и достойно смеяния смех это мера высший выше высшей меры смех страшнее самого убийства и распинатели не упустили и сюда на голгофу принести этот яд осмеяния расхохотались наши духовные вожди народа если ты сын божий ну да с вашей стороны это богохульство за это вы его предали на смерть но это что смешно а им было смешно смеялись они и насмехались над ним давай теперь сходи из креста если ты сын божий сходи из креста и вы в тебя поверим ты будешь теперь наш христос точно будем знать что ты божий сын не на миллиметр тогда не шелохнулась тело иисуса не сошло с креста ужасными гвоздями прибитыми к древу в страшных муках висел сын человеческий они смеялись ира царь и воины римские и священники иудейские смешно было может быть из всего что претерпел наш господь в ту великую пятницу это было самое страшное да иногда бывает осуждение ошибочное и по ошибке человека казнят сделай это как-то не так не с хохотом не со смехом а смех глупых что тестерного хвороста под котлом что от этого треска трещит весело и послушать есть что а потом а потом зала которую дунет ветер разнесет разные стороны и а котел так и будет посмеялись над немощью христа претендующие на некоторую мудрость когда он сказал не умерла но спит когда человек смеется над божьей силой треск это такой развеселый есть над чем посмеяться над попами над богами над христианами а потом а потом зала и ничего не осталось где артисты где их могущество которое 70 лет смеялась над силой божией никто даже ничего плохого не сделает они просто превратились в эту пыль который развеял ветер вот что такое смеяться над божией силой смеялись фарисеи любящие серебро и знающие в нем толк знающие всемогущество серебра где они в этой жизни смеялись над святости иисуса которая призывала их к милосердию если есть это мамона неправедная во-первых не забудь она неправедная это какой-то страшный приговор всем деньгам так думаешь я жалование получил это мамона неправедная но это приговор иисуса не стоит с ним спорить если есть у тебя что то только для того чтобы делать добро смеялись по этому поводу над ним фарисеи а смех глупых что треск терного хвороста под котлом где те которые имели деньги все до одного превращаются смердящий труп который пожирают черви давайте откупитесь у вас же много денег или хотя бы немного все это превращается в залу и наконец те кто рискнул смеяться над самим господом и причиняли ему эту страшную муку тому кто по своей бесконечной любви пришел к нам обнял нас полюбил нас исцелил учил смешно да стоит просто стоит просто пройти по улице уже обязательно кто-нибудь посмеется если вид у тебя христианский потому некоторые не любят христианский вид чтобы другие не посмеялись смешно смеются над христом смеются над всем что свято над всем что христова мы знаем что те которые судили и распяли христа это наши делегаты просто мы не в том месте и не в то время живем но это от нашего лица они его судили продали предали распяли и от нашего лица смеялись о боже не дай кому-нибудь из нас этого ужасного смеха этот смех этот треск хвороста который превращается в залу этот человек этот человек сожженный совестью когда я пришел в этот мир сердце было костром оно горело было прекрасно излучало тепло а осталось зола совесть сгорела и нигде она не сгорает так как в этом смехе смех глуп что треск термого хвороста под котлом аминь аминь